Как жизнь? Меня зовут Мариосо Диэсус. Я продюсер, инженер сведения, семикратный обладатель Грэмми. Мы с вами находимся в студии Penthouse в Нью-Йорке, и я бы хотел показать вам, друзья, некоторые наработки, которые я использую в работе с плагинами Waves Renaissance. Я начал пользоваться этими плагинами где-то в году 2004-2005. Долгие годы они являются основой моих цепочек эффектов, например R-Vox или к примеру R-EQ, тот же R-Verb и конечно же R-Bus. Давайте начнем. Артиста, с которым я сейчас работаю зовут 2AM Once Again. Песня называется Ride. Я искренне верю в то, что крутые треки отличаются очень тяжелыми ударными, но суть дела в том, что такие тяжелые ударные не требуют особо сложной обработки. Давайте я вам покажу, что именно я сделал для секций ударных. Итак, мои ударные объединены общей шиной. Как и многие, я естественно начну с бочки. Для нее я использовал компрессор R-Vox и эквалайзер R-EQ. Покажу вам, как звучала бочка до применения каких-либо обработок. Вы можете заметить, что в ней преобладают самые низкие частоты. А раз мы имеем дело с очень низкочастотным треком, то для такой бочки я решил применить параллельную компрессию. На добавленном треке бочки, я применяя эквалайзер R-EQ, оставил только ту полосу, которую вы видите здесь. Это именно те частоты, которые я хочу подчеркнуть. Далее я добавил компрессор R-Vox и еще один эквалайзер R-EQ. Только лишь для того, чтобы прижать чересчур яркие частоты, которые местами проскакивают. Теперь, когда мы включаем обе дорожки, и первоначальную бочку, и параллельную ей дорожку, то вот что у нас получается. Давайте быстро пройдемся по цепочке малого барабана. В действительности я хотел сделать акцент на этом снейре, потому что он реально цепляет, привлекает к себе внимание и занимает серьезное место в общей картине трека. Я применил R-Channel. В нем я использовал компрессор, гейт и эквалайзер. Я ставлю компрессию перед эквалайзером, но каждый делает по-своему. Также я применил параллельную компрессию и использовал R-Vox на дублированной дорожке. И когда я добавляю компрессированную версию снейра к его основному сигналу, то вот что у меня получается. Вдобавок ко всему этому, я решил применить еще одну параллельную компрессию на всей шине ударных целиком. Для этого я использовал компрессор R-Vox. Давайте послушаем шину ударных без какой-либо обработки. Так, чтобы вы могли услышать разницу в том, как она звучит без параллельной компрессии и других эффектов и вместе с ними. В наши дни, когда мы имеем дело с современными треками, мы все чаще сталкиваемся с замещением 808 баса на оригинальную бас-гитару или на какой-нибудь синтетический бас, ну или на что-то схожее. Бас, который мне прислал битмейкер, звучит очень круто. Он использовал 808, применял слайды на нем. Изначально звучал он вот так. Вы слышите, как классно звучат переходы между нотами. Что касается меня, то я предпочитаю, чтобы бас звучал понапористее. Поэтому я решил добавить на его дорожку еще SSL Channel и SmackAttack, и когда я это все включаю, то у меня получаются следующие. Вы можете слышать, как мой 808 получает более явную динамику, чем это было изначально, на сабовых, самых низких частотах. Это все я применил здесь, но у меня есть еще одна параллельная дорожка баса. На ней я использовал SSL Channel с небольшой компрессией. А вот то, что действительно подчеркивает 808 бас, так это R-бас. Теперь, когда я включаю обе дорожки, слушайте, как это звучит. Колоссальная разница. Вдобавок к этому, я соединяю обе дорожки 808 на отдельной шине, где я также использую компрессор R-комп. Здесь он нужен для сайдчейна. Так как наш бас очень тяжелый, я не хочу потерять на его фоне бочку. Поэтому использую компрессор, на вход которого заведен сигнал от этой бочки. При этом сайдчейн работает в нужной степени, так чтобы не глушить бас полностью, а оставлять в нем сабовые частоты. Сейчас, когда я проиграю кусочек, вы услышите, как срабатывает бочка. И когда я включаю ударный, мы получаем следующее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также я использую R-бас на ударах тома. Вы можете заметить, что я добавляю гармоник на определенной частоте, и эта частота определяется тональностью нашей песни, в данном случае C-бемоль минор. Сейчас я покажу вам, как звучал том, до того, как я использовал какую-либо обработку. Очень убого, без особой атаки и довольно отстраненно. Первым эффектом, который я добавил, стал R-ченел. Послушаем, как он изменил звук. Далее я использовал SSL G-ченел. И вместе эти обе консоли зазвучали как-то так. Таким образом, том стал ближе к нам. А что касается самого R-бас, то с ним мы как раз и получаем тот самый звук. Если я включу все ударные вместе, то вы услышите, как том, на котором используется R-бас, плавно переходит в 808-й бас, и они как будто сливаются в одно целое. Также на дорожках ударных я использовал ревербераторы. Я выбрал ревер линейки Ренессанс. И на обоих использовал совершенно разные схемы. Как видите, для одного я выбрал настройку плейт, а для другого — холл. Холл, как правило, я использую на дорожке басового тома. А плейт я предпочитаю выбирать для рабочего барабана. Покажу, как ударные звучат без реверов. В общем, простейшая цепочка, которой я пользуюсь уже много лет. И она отлично работает. Давайте перейдем к вокалу. Для вокала, который я изначально получил, я решил применить комбинацию двух плагинов линейки Ренессанс. Естественно, один из первых эффектов, которые я всегда кладу на вокал, — это R-Vox. Очень простой, очень интуитивно понятный плагин. Дальше я использовал R-IQ, причем я особо не заморачивался. Немного обрезного фильтра на низах. Немного прибрал средний-низкий. Приподнял верхнюю середину. Добавил немного самых верхов. Также я люблю применять параллельную компрессию на вокале. Обычно, когда я имею дело с вокалом, то я оставляю основную дорожку как есть и сосредотачиваюсь в первую очередь на дубле, размышляя, какие обработки применить. В этом случае плагин, который я использую для параллельной компрессии, — это R-Comp. Далее я добавляю R-IQ, и я использую его для того, чтобы компенсировать то, что мы могли потерять после компрессии. За основными обработками вокала типа R-Vox, R-IQ и R-Comp у меня идут эффекты. Ревербератор R-Verb, который я выбрал для основной дорожки вокала, отправляет выходной сигнал на R-IQ, который в свою очередь обрезает довольно много низов для своеобразного мерцающего эффекта. А на дорожке параллельной компрессии я решил наоборот, применить более мрачный ревер. Также я задействовал несколько дилеев. Один из дилеев, которые я решил использовать, — это, естественно, H-делay. Кроме него я еще задействовал SuperTab Delay. Еще одна хитрость. Выходные сигналы этих дилеев я направил на тот самый ревер с эффектом мерцания, на котором стоит обрезной фильтр низких. Таким образом, дилеи вписались в пространство вокала. Как вы можете видеть, я использовал четверти для H-делay и немного странноватые настройки для SuperTab, которые на заднем плане. Все это работает с энергией вокала, создавая при этом такое пространство, в котором как бы происходит много интересного. И когда вы слушаете все это вместе с музыкой, то у нас получается следующая картина. Вы слышите, как дилеи заполняют паузы между вокальными фразами. Причина, по которой я настроил дилеи именно так, это желание украсить вокал, но совсем чуть-чуть, используя для этого подобные паузы. Теперь мы получили вокал с энергетикой, которая не ослабевает. Когда артист замолкает, вы по-прежнему ощущаете его присутствие, и вы чувствуете это присутствие в атмосфере чего-то большого, чего-то грандиозного. Давайте я проиграю вокал без каких-либо обработок, без компрессора, без эквалайзера, без эффектов типа реверов и дилеев. Вот что у меня было в начале. Когда вы слушаете вокал без каких-либо обработок, вы можете сказать, ничего себе, он как будто утонул. А теперь давайте послушаем все это дело вместе со всеми эффектами, эквализацией и компрессией. Вам нужно подправить тембр? Вы просто берете RAQ. Ваш артист как сумасшедший прыгает вокруг микрофона на записи, AirVox вам в помощь. Ваш бас недостаточно крут? Используйте AirBus. Ищите качественный пространственный эффект для малого барабана, вокала, духовых инструментов. Присмотритесь хардверб. Вам остается только практиковаться.